Ну а мы продолжаем говорить о здоровье. У нас в студии Эльмира Беляева, врач-невролог, остеопат, рефлексотерапевт, член Российской Остеопатической Ассоциации. Вот столько вот званий и регалий. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Эльмира Анваровна, сегодня мы с вами будем говорить о том, почему болит спина. Понятно, что причин может быть много. Давайте накидаем основные. Вы знаете, по статистике 85% населения страдает заболеванием позвоночника, так называемым остеохондрозом. Так, я сейчас сразу расправлю плечи. То есть практически каждому человеку знакомо это состояние, когда ноет спина, колет под ребром. И это самая частая причина обращения по листку нетрудоспособности. И мы понимаем, что это очень важная проблема. Раньше, конечно, это заболевание было после 40 лет, но в последнее время из-за современного ритма жизни это заболевание очень сильно помолодело. И даже так называемый остеохондроз позвоночника или осложнение межпозвонковой грыжи сейчас встречается даже в школьном возрасте, а иногда и дошкольном. Представляете, насколько помолодело это заболевание? Ну вот здесь чем? Школьный возраст, примерно понятно, чем это можно объяснить, да? 11 лет дети сидят по 8 часов. Да, все-таки какая основная причина? Ну вы знаете, причин, конечно, много, но мы очень много работаем сейчас с вами. Мало двигаемся. Ну, положение всегда часто бывает вынужденное за компьютером в определенной позе длительной, неудобной. Вынужденное подложение головы перед телефонами, гаджетами, даже у телевизора. Вот, поэтому, конечно, все это... То есть малоподвижный сидячий образ жизни. Да, к сожалению, да. Окей, тогда к вопросу, в лечении у остеопата какие есть возможности? Что вы можете сделать? И вообще, да, как... Что такое остеопат, вот скажем так, с этого начнем? Ну, вы знаете, вот задача остеопата, это при помощи специальных диагностических тестов найти самый напряженный участок в организме человека, то есть найти причину боли или заболевания. А причина заболевания, например, боль, причина заболевания может быть совсем не там, где болит, понимаете? Да, да, конечно. Вот это и есть задача остеопата. Например, у нас болит шея. Так. А когда-то давно мы с вами, мы упали на ягодицы, была травма, копчик у нас поболел и прошло, и мы забыли об этом. Но эмоциональное, физическое перенапряжение вызывает обострение данного заболевания, но будет болеть не копчик, а шея, это компенсация. То есть срыв компенсации. И вот задача остеопата найти эту причину и очень мягкими, безболезненными, безопасными методами и приемами устранить это. То есть это... Ищем, ищем, ищем источник, да? Да. Есть какие-то возможности профилактики, какие бы то ни было болезни спины, да? Но если мы говорим сегодня про спину конкретно, как сделать так, чтобы наша спина не уставала, сидя в офисе? Да, может быть, какие-то упражнения нужно делать. Да, конечно, есть действительно какие-то упражнения, которые через какие-то определенные промежутки времени может человек делать и тем облегчать, тем самым облегчать состояние. Вот мое самое любимое упражнение, например, относится к грудному отделу позвоночника. Его... оно такое очень интересное. Надо сложить руки домиком, но это за спиной. Вот так. Домиком за спиной. Домиком за спиной. На пояснице, я так понимаю, да? Да, да, это вот так. Вы вверх делаете? Да, да, да. Да, надо растягиваться. Вверх не получается. Да, оно кажется очень простым, но... И мы делаем круговые движения назад, но не плечами, как обычно, а вот этим отделом, грудиной. То есть мы делаем круговые движения грудным отделом. И это упражнение очень хорошо разгружает весь грудной отдел позвоночника, способствует оттоку крови от головы и насыщению кислородом всех органов и тканей. А вот, допустим, сидя за компьютером, вот у меня очень часто... Шея, спина. Шея, спина, да, вот что-то для спины можно? Вот эта часть, все время хочется как-то... Да, конечно. Есть это упражнения, которые растягивают шейный отдел позвоночника, трапециевидную мышцу. Тоже мы можем растянуть на вдохе и выдохе, и вперед на вдохе и выдохе. И этим самым мы облегчаем себе состояние. Вспоминаю сразу школьные упражнения, да? Производственная гимнастика, вернуть нужно на места производственную гимнастику. Ну что ж, советы, я думаю, сегодняшний день уже прошел, не зря мы получили замечательные советы. Да, вы смотрите, остеопатия – это глобальный метод оценки состояния организма, профилактики и лечения. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите быть здоровыми, бодрыми и счастливыми, обязательно посетить остеопаты. Вот такой вот совет замечательный. Ну и не засиживайтесь в одном и том же положении слишком долго. Да, движение – жизнь, так что двигаться, двигаться, двигаться. Спасибо большое. Спасибо большое. Тема здоровья мы продолжим. Будьте здоровы. Да. Взаимно, спасибо. Спасибо.